Здравствуйте, уважаемые студенты! Вашему вниманию дисциплина 1С Бухгалтерия. И сегодня мы с вами рассмотрим оформление справочника контрагенты. Контрагенты – это юридические и физические лица, с которыми наша организация так или иначе сотрудничает. Это наши покупатели, это наши поставщики товаров, работ и услуг. Это госорганы, с которыми мы предоставляем налоговую отчетность, статистическую отчетность, а также лица, с которыми мы работаем по договорам гражданско-правового характера. Итак, как внести в программу 1С ИП, ТО, госорганы, а также налоговое управление, с которыми мы работаем. Это возможно сделать в разделе «Покупка» и в разделе «Продажи». Заходим в раздел «Покупка», «Справочники настройки», «Контрагенты». Выбираем группу «Юридические лица», «Создать». Вписываем наименование нашего контрагента. ГО, ОБИ, Enter. «Юридическое и физическое лицо». Выбираем. Если ГО, ставим птичку в государственное учреждение. ГО, 12 цифр. ГБЕ, УТО, 17, УИП, 19. УКПО мы не заполняем. Далее. Страна резидентства Казахстан. Если предприятие платежщик НДС, необходимо внести свидетельство о постановке на учет по НДС. Номер свидетельства. Дата выдачи. Вкладку общей мы заполнили. Записать. Далее. Важная для нас вкладка банковские счета и договоры для взаиморасчетов. Создать. Наименование не заполняем. Выбираем банк. Евразийский банк. Номер счета. Заглавными английскими. Из-за этого. 18 символов. 18 цифр счета. Здесь счеты расчетные. Дата открытия, дата закрытия мы не заполняем. Валюта счета. Если счет тенеговый, нужно выставить счет тенге. Если счет другой валюте, необходимо будет выставить, поставить счет в той валюте, в которой открыть счет. Если это рублевый счет, рублей. Если это долларовый счет, соответственно доллары. Если данной валюты, нужной валюты вам нет, необходимо выбрать через кнопку подбор. Ctrl F. Двумя нажатиями выбираете валюту и она у вас появляется в правочинке валюты. И вы соответственно ее выбираете. В данный момент у нас договор у Абди в тенге. Записать. Записать и закрыть. Из классификатора валют я выхожу из кейпа. У нас появился счет нашего контрагента. И банк. Использовать как основной. Нажимаем, он у нас будет выделен жирным. Далее. Договор. Если мы работаем без договора, тогда без договора наименование можно оставить. Если мы работаем по договору, необходимо выбить номер договора. Договор. Номер. Дата. Дата. Вид договора. Поставщик это. Покупать их. Либо это прочее. Поставщик он. Далее. Записать. Реквизиты договора. Можно установить тип цен. В реквизитах договора можно указать дату начала, дату окончания действия договора. Условия оплаты наличным и безналичным. И условия поставки. Данные по договору мы указали. Все. Реквизиты банковские счета нашего контрагента и договор мы указали. Далее. Записать. Контактная информация. В представлении в строке адрес нужно указать адрес нашего контрагента. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова